Сложно сказать, счастливчиком ли оказался Владислав Кайро, который внес всю сумму в долевом строительстве сразу. Свою квартиру он ждет с 2019 года. Сдать объект должны были прошлым летом, но компания поискорунг не справилась. Объект до сих пор недостроен и только в этом году на него зашел новый подрядчик. Ну вот кто внес полную сумму, конечно, остались при своем, а кто, к сожалению, не исполнил свои обязанности, остались ни с чем, можно сказать. Для них другие условия, то есть они не исполнили, так сказать, свой долг, который должны были исполнить еще по договору, по срокам. Соответственно, для них будет либо отказ, либо другая сумма. Владиславу доплачивать не придется, хотя с 2019 года квадратный метр подорожал с 80 тысяч рублей до 117 тысяч. Из 47 дольщиков полную стоимость оплатили всего 20 человек. Они перезаключили договор с новым застройщиком по прежней стоимости квадратного метра. Решить вопрос с остальными помогло региональное министерство строительства. Договоры расторгнуты по причине неисполнениями обязательства наполнения искровщиков. В случае, если дольщик вносил денежные средства в ПСК РУНК наличными средствами, денежные средства будут возвращены в полном объеме. Первые семь выплат уже произведены. Те, кто использовал социальные льготы, маткапитала ли помощь молодым семьям, смогут перевести эти выплаты на другой объект. Тем временем, новый подрядчик уже начал работу с недостроем. Пришлось переделывать фундаменты, бетонные перекрытия, потому что ПСК РУНК сделала их не по градостроительным нормам. Достраивать придется три дома. В каждом есть одна, двух и трехкомнатные квартиры. С приходом нового застройщика увеличился и размер жилплощади. Раньше здесь было около 70 квартир, теперь будет 94. Все дело в том, что перепроектировали первые этажи. Они предполагались для коммерческой застройки. Аукционы на квартиры откроют в марте. Подрядчик планирует ввести первый дом в эксплуатацию уже в этом году. Мария Кондиус, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ.